Продолжение следует... Те, кто присылали свои контакты с других источников, писали мне на почту, соответственно, тоже получат ссылку на этот вебинар. Чуть попозже я подробнее немножко о нём расскажу, и почему по техническому анализу, и что примерно вы там можете услышать. Ну а сейчас всё-таки о событиях, которые небольшие, так скажем, локальные, но происходят на рынке. В первую очередь связаны они, конечно, сейчас с корпоративной отчётностью. Продолжается сезон. Я говорю в торговой неделе о компаниях Coca-Cola, Disney. Но вот, в частности, по Disney, собственно, отчёт ещё не вышел на момент, когда я сейчас делаю эту запись. Он вот-вот должен сегодня появиться. Котировки ждут этого отчёта в районе самых верхов, практически там 190 долларов за акцию. Если помните, ещё недавно был откат в зону 162-165. Отчёт, по всей вероятности, это выйдет хороший. За длинные каникулы, наверное, подписчиков у Disney Plus только прибавилось. Наверняка компания расскажет о каких-нибудь хороших, далеко идущих планах. Если так действительно и будет, то, несмотря на то, что прибыль на акцию, скорее всего, будет в районе нуля или даже оприцательная, к этому уже рынок готов. Возможно, скачок котировок и выше 200. Но другой момент, стоит ли в этом случае как-то бросаться в долгосрочные покупки по таким высоким ценам. Возможно, в зависимости, конечно, от того, что мы видим и услышим, тут, может быть, бумагам уже есть смысл дать немножко отстояться, привыкнуть. Вспомните, как это недавно было с Гуглом, когда скакнули 2080, 2115. Ну, а затем котировки к минимуму неделю притирались к новым уровням, потому что скачок с таких уровней, как 1900, был довольно значительный. Возможно, что и здесь будет такая же, как говорится, история. В общем, к тому, что хорошая информация выходит, уже многие компании готовы. Тем не менее, не у всех обстоят дела таким же образом. Вот, скажем, в случае Твиттера вышел отчет. Я, честно говоря, даже не ожидал, что и цифры будут настолько хорошие по отчету, и что скачок будет там в районе, по-моему, 8,5% только первичный скачок. В итоге бумаги поднялись там где-то на 13 с лишним процентов. То есть, очень такое сильное движение. Я, в общем, наверное, раскаиваюсь в том, что выражал некие сомнения сейчас в устойчивости компаний и соцсетей, поскольку здесь можно говорить о том, что, как бы, да, можно по-разному относиться к цензуре. Будут ли подписчики столь же лояльно, будут ли рекламодатели. Но, с другой стороны, это отчет, пока мы видим, за прошлый период. И вот все те снижения, вплоть до 44, там были за акцию на Твиттере в январе, сейчас мы уже, когда видим, 67-68, ну, как бы немножко завидно, если кто-то брал, что называется, поздравляю. Я бы присмотрелся, в свою очередь, может быть, к поведению других соцсетей, в частности, Фейсбука, да, и, как ни странно, того же Гугла. Потому что, если так вот брать обстоятельно, в общем, на акции Фейсбука, да, или примерно те же обстоятельства в январе, что и на Твиттер, при том, Фейсбук сейчас стоит в районе, там, 273 за акцию, а никак не 300 почти, где он еще недавно был. Соответственно, возможно, если какие-то подвижки, вот, пойдут, опять же, технически, как бы, да, красивые, показывающие, что не одни мы смотрим сейчас в сторону соцсетей, но и другие инвесторы подтянутся, да, плюс, если не соскользнет Твиттер с этих уровней, потому что, вот, за прошлый год было несколько раз, когда подскакивали акции Твиттера, а потом в дальнейшем они на реале, вот, если вот эти вот признаки покажут, что в целом инвесторы интересуются, да, то могут поднять и Фейсбук, но и, на мой личный, опять же, взгляд, вот, Гугл более демократичная, на данный момент, площадка, чем Твиттер, соответственно, ее бумаги будут держаться особняком, и даже если будут привыкать, притираться к текущим уровням, на мой взгляд, вот, по ним-то это, ну, не точно не предел, потому что у Гугла есть, как минимум, Ютуб, на котором, все-таки, свобода слова гораздо более сейчас и дискуссий развернута, да, там, как бы, придираются по монетизации к каналам, но, в общем, так сказать, кому надо, все это изоповым языком, так сказать, где-то обходят, да, так или иначе, вот, даже по информации по тем политическим дискуссиям, по которым, там, начал банить первым Твиттер, да, вот, это, даже информация, она гораздо более доступна, в том числе на англоязычных каналах Ютуба все это видно, да, поэтому я бы, вот, из соцсетей все-таки пальмопернство отдавал Гуглу, там, Фейсбук, следом из-за недооцененности, возможно, бумаг, Твиттер для меня по-прежнему под вопросом, хотя, что называется, и завидно, да, из других, о которых я говорю, в компаниях, Кока-Кола, Кока-Кола отчиталась, на самом деле, шикарно, результаты, называется, прямо впечатляют этого отчета, там получилась прибыль на акцию, ну, 47 центов, а ждали где-то 41,7 цента прибыль на акцию, но при этом все равно это шикарно только вот для того самого четвертого квартала, а вообще-то в третьем было 55 центов на акцию, да, в довирусной там было тоже больше 50 центов, ну, и по выручке, что называется, компания не превысила ожидания, ждали 8,6 миллиарда, вышло 8,6 миллиарда, в третьем квартале, например, да, который для многих компаний был хуже, вот у Кока-Колы было 8,7, соответственно, что мы видели, мы видели, что бумаги скакнули в цене на открытии, да, на уровень 50,5 где-то за акцию, но обратно соскочили на 49,5, 49,7, то есть пока такого импульса к немедленно, что называется, покупке, опять же не видно, да, то есть мы можем оценивать компании с вами по-разному, но вот есть какая-то объективная консенсус, оценка рынка, на данный момент, что называется, в них рынок не бросается, понимая, что все-таки от закрытия там ресторанов, кафе, баров, всяких точек продажи еды, да, компании-поставщики напитков, они должны были потерять, вот другое дело, что этот период, по всей видимости, заканчивается, но вот пока что инвесторы смотрят немножко в другую сторону, это видно и по бумагам, например, Пепсико, да, говорится, не пейте Кока-Колу, советует вам компания Пепсикола, ну и наоборот, да, известная шутка, вот Пепсико пыталась подрасти вначале там на десятые доли процентов после ее отчета, там переименование какой-то каких-то видов продукции, да, произошло, по-моему, в связи как раз с политкорректностью, толерантностью и всем таким прочим там логотипов, но больше никаких существенных новостей, ни в финансовом плане, ни, так сказать, вот в организационном, инвесторы не углядели, ну, Пепсико традиционно бумаги чувствуют себя не так интересно, вот, поэтому, что касается розничного сектора, я, например, там много говорю про Walmart, но вот пока что называется такого мощного импульса нет, зато есть мощный импульс в банковском секторе, банковский сектор прибавил только с начала февраля на 7-8 процентов, вот, американские банки важнейшие, да, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, это все видно, и, на мой взгляд, там потенциала прибавки еще есть в районе 25, может быть, где-то и 30 процентов по разным бумагам, я не говорю, конечно, немедленно, но, что называется, то, что вот январский откат выкуплен, и что, как минимум, эти акции попробуют уже достигнутые в этом году верхушки, и, наверное, попытаются пробиться повыше, а там уж насколько, так сказать, позволит пространство, но это очень, что называется, на то похоже. Ну, энергетический сектор, да, может подтягиваться в связи с тем, что нефть достаточно дорогая, причем я здесь в большей степени бы смотрел на западные энергетические секторы, потому что, ну, в общем, скажем, российские компании тоже от этого, естественно, могут выигрывать, да, но понимая, что они и так в пересчете на рубли неплохую прибыль на внутреннем рынке и получали, и получают, для них это не такая уж большая подвижка, но и традиционно у нас более осторожно относятся, думая, ну, вот сейчас 61, там, доллар, а вдруг там будет после, там, какой-нибудь отметки даже более высокой, там, допустим, 63, 64, опять, допустим, 55. То есть, у нас как-то к этому относятся спокойно, тем не менее, здесь вполне могут быть недооценены, скажем, такие бумаги, там, как Лукойл, да, но если говорить про американский все-таки рынок из интересного, Uber, например, да, Uber и аналогичная, по сути, компания, да, по своей деятельности Lyft, то есть, компании, которые, да, агрегаторы такси, перевозок, и вот эти компании, они подросли вчера очень неплохо, но, надо сказать, настороженно уже после роста к ним отнеслись, вот, Lyft, он поднялся более чем на 10% в моменте, после своего отчета, да, там выяснилось, что дополнительные, как бы сказать, они уменьшили издержки, впервые выйдут на некий уровень прибыли неплохой по кварталу, да, то есть, вообще, в принципе, на прибыльность выйдут. Тем не менее, в итоге, после 10% роста бумаги соскочили в район, по-моему, где-то 4,8, если не ошибаюсь, по закрытию рынка, да, по закрытию дня. То есть, можно говорить о том, что здесь поосторожнее инвесторы, вот, относятся к этим уже произошедшим скачкам, Uber пока, собственно, не на собственном, да, по большей части даже отчете, да, о никаких-то ожиданиях здесь еще этот отчет, как бы, не вышел как таковой, да, а Uber непосредственно на удаче конкурента тоже поднялся, изначально был подъем больше, потом в итоге он в районе 6% за день по итогам дня, ну, и тут, в целом, на самом деле, бумага-то поинтереснее смотрится на будущее, здесь красивый довольно горизонт, а вот я, собственно, вижу, что и отчет опубликован, а вот отчет оказался похуже ожиданий, то есть, отчет был 3,6 миллиарда, да, а вышел в итоге 3,17 миллиарда, 3,170 миллионов выручка, это заметно меньше, ага, и прибыль на акцию, ну, она, как бы, и ожидалась отрицательной, она даже там, ну, где-то на пару центов, допустим, но более отрицательная, то есть, в связи с этим, я полагаю, что уже на премаркете бумаги будут торговаться подешевле. Сейчас посмотрю, да, вот уже я вижу, уже, как бы, было вчера 63 доллара с лишним, сейчас уже, вот, написано 61,50 перед открытием рынка, то есть, как бы, ну, вот видите, да, в целом бумаги, которые несколько забежали вперед и были переоценены, от них из портфелей потихонечку все-таки избавляются, да, но это не значит, что это разворот тенденции, а те, которые где-то присели, выкупают, мы вот видим, как последние буквально несколько дней такое произошло со Старбаксом, произошло с Nike и совершенно другой оперы, с Boeing, да, который на плохом своем отчете, если помните, я рассказывал, проседал вообще там район куда-то 193-195, а в итоге опять 212-215. Вот, кстати, на примере Boeing, в частности, по техническому анализу, кое-что сегодня хотел бы разобрать, здесь есть что посмотреть. Помимо этого, вот интересно сейчас смотрятся многие автомобильные компании, но вот если Джейнер Моторс, так сказать, не очень после своих, так сказать, там, новостей в целом себя чувствует, да, но при этом вот Toyota, например, да, поднялась вчера и поднялась неплохо, рост произошел. Можно присмотреться и к Ford, да, который, ну, в долговременном там снижающем тренде находился пару лет, но в целом вот по этому году он демонстрирует неплохую, да, восходящую динамику. Ну, достаточно много, да, таких на самом деле компаний, в сторону которых можно было бы глянуть из этого сектора. То есть, в целом, мир закладывается на то, что начало-конца пандемии пошло. Теперь по поводу того, почему вебинар технический завтра, почему технический анализ. Ну, вкратце, смотрите, да, вот даже исходя из того, что мы вот какой-то обзор делаем с вами фундаментальный по компании, вы видите, насколько могут быть разноречивые оценки. То есть, что-то одни люди оценивают как очень положительное, другие говорят, что ну и подумаешь и ничего особенного, такой, как говорится, отчеты, как отчет себе, да, и какие-то долгосрочные, на самом деле, перспективы по компаниям фундаментально оценивать здорово и правильно, но неплохо бы видеть все-таки, как это оценивает консенсус рынка. То есть, не столько со своим мнением и с мнением, с кем мы общаемся непосредственно, вот считаться. Соответственно, технический анализ дает представление о том, что с данной бумагой делает консенсус рынка, то есть, как бы так таковая разумная, подчеркну, разумная рыночная толпа. То есть, уже не та, как говорится, оголтелая, да, которая случайным образом каким-то принимает почти решение. Это было там давно, в прошлом веке, до появления электронных торгов в основном. Сейчас у всех огромное количество информации, и решения принимаются в том числе, исходя из тех технических отмашек на графиках, которые подают те или иные бумаги. То есть, мы можем с вами там вот оценить, вот отчет по Кока-Коле там вышел. Чуть получше ожиданий, да, а вот насколько получше, да, повод ли это, например, там, идти на 55 за акцию или пока еще постоять, а то и чуть присесть. То есть, неплохо, да, вот чтобы не полностью все этот процесс происходил аналитически у нас в голове или у голове каких-то экспертов, от мнения которых мы можем зависеть. Все-таки руководствуется и техническими сигналами. Соответственно, я постараюсь рассказать несколько простых приемов, да, и алгоритмов, что, собственно, нужно на графиках искать в первую очередь, что у каждого могут быть какие-то свои нюансы в работе. Я расскажу о том, что, в общем, достаточно является несложным, но при этом это не значит, что оно является ненужным или лишним. То есть, это те вещи, которые лично мне многократно позволяют, во-первых, сэкономить время, несмотря пока в сторону тех бумаг, которые рынок не приветствует, даже если мнения интересны, раз, да, то есть не покупать явно переоцененные в моменте бумаги, которые пока не готовы расти, а то и готовы падать. Пример того же Фейсбука пару лет назад, вспомните, да, когда на шикарном отчете, всего лишь на том, что forward guidance, установки на будущее оказались слабее, и на том, что бумага была технически переоценена, вспомните, какое было там вот летом 18-го года падение. Вот не дай бог, да, взять и сразу купить на таком падении, например. Вот такие вот вещи, да, технические, они уберегают от таких моментов. Ну и плюс, конечно же, важно видеть здесь и то, что технические сигналы, да, они показывают на самом деле момент, подходящий или не подходящий для принятия тех иных решений. Потому что портфель-то, он не резиновый, да, какие бумаги у него брать, какие нет, сколько бы не было денег, сколько бы ноликов не было на счете, мало, много, но все равно это какой-то ограниченный объем, который мы распределяем. Также поступают и большие фонды. Неплохо бы видеть, как они поступают. А узнать об этом, как правило, можно, либо через пару недель постфактум, когда вам Илон Маск уже рассказал, там, что ребята, мы купили биткоина, да, на полтора миллиарда. Здорово, но если бы вы три недели назад нам это рассказали, а не просто в Твиттере, там, в био написали биткоин, и то уже поздновато, да. Но цены бы этой информации не было. А тот же технический анализ, да, в такие моменты, он показывает, пользуется данный инструмент спросом или нет. В частности, это касается и те же акции Тесла, очень волатильных. Какой там фундаментальный анализ, по большому счету, сейчас по Треслу. Разбирается там, профсоюзы у них активно на заводе или нет, да, и так далее. Или там, что там с поставщиками непосредственно, вот, будет на следующий год. Вся эта информация известна, как и примерные планы, там, по количеству автомобилей, которые они предполагают продать электромобили, как и по побочным, да, бизнесам, одетящие Илона Маска. И, тем не менее, да, каждый день бумаги находят какие-то поводы, либо к взрывному росту, либо к коррекциям. И технически очень многое из этого тоже просчитываемо. Я просто привел пример Теслы, да, это не значит, что мы будем там о ней, может быть, непосредственно много говорить. Я вообще постараюсь от фундамента вот на этом техническом вебинаре максимально уйти и именно дать информацию, как, в принципе, да, какими кальками, какими шаблонами стоит это оценивать, на что смотреть. Соответственно, готовьте свои вопросы. Это будет, повторюсь, в 18.30 завтра. Таких много очень вопросов поступает ко мне на блог «Время от времени». Да, то есть они, как правило, появляются в те моменты, когда уже это обсуждать либо некогда бывает, либо поздно. Ну и желательно, что называется, обсуждать с картинками и показать, если не пальцем, то курсором. Вот такого рода вещи лучше проделать как раз в спокойное достаточно время. Завтра, ну, я надеюсь, что будет сравнительно такой же спокойный день, наверное, как сегодня. Самое время, что называется, подумайте, поговорите о вечном, ну, в частности, о техническом анализе. Вполне себе вечная тема. Приглашаю всех поучаствовать тогда, друзья. И до завтра. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok